Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта Заметки Электрика. В прошлом видео я вам рассказывал про установку и подключение светодиодных светильников на примере ванной комнаты. В сегодняшнем видео я продолжу тему освещения и расскажу вам, как установить обыкновенные точечные светильники в натяжной потолок. Как видите, здесь разные светильники имеются. Это Китай, продаются вот в такой вот упаковке. Запакованы в пленку. Здесь же имеется инструкция и пакет с разъемом, соединительными проводами и скобой для удержания лампы. В качестве лампы я буду использовать светодиодную лампу с соколем ГУ 5.3 мощностью 5 Вт, ну или аналог 35-ваттной лампы накаливания. Срок службы лампы 30 тысяч часов. Вот так выглядит сама светодиодная лампа. Естественно, тоже Китай. Вот лампа для светильников типа MR16 на 230 Вольт, 5 Ватт, 3000 Кельвина температура. И такая вот вилочка под соответствующий штыревой разъем ГУ 5.3. Устанавливать данные светильники я буду на натяжном потолке кухни. На потолке была сделана разметка. Вместо установки светильников проложены соответствующие кабели. И установлены закладные платформы диаметром 65 мм. Затем было смонтировано здесь 3D-полотно, то есть два натяжных полотна. В местах расположения закладных наклеены термокольца и прорезанные отверстия, через которые выведены кабели для подключения светильников. Напомню, что термокольца необходимы не только для механической защиты от расхождения полотна, но и для защиты от воздействующего на него тепла от светильников. Хотя в нашем случае со светодиодными лампами это полотну не грозит, так как температура нагрева светодиодных ламп и светильников обычно не превышает 50-60 градусов. Но ради интереса я могу даже это потом измерить с помощью своего тепловизора. Помимо кухни светильники будут устанавливаться в зале. В гостиной будет две группы освещения. Первая группа это в центре будет люстра. Здесь будет перфорация, натяжной потолок в виде перфорации. Нарезной или 3D потолок, как его называют. И по окружности вокруг перфорации будет вторая группа освещения. Это потолочные точечные светильники. Вот один кабель приходит с выключателя на центральную люстру. И второй кабель приходит на первый светильник. И вот они пошли подключаться шлейфом все 8 светильников. Напомню еще раз, что розетки, что светильники шлейфом подключать допустимо. То есть разрешается. Но здесь необходимо соблюдать требования по подключению ПЕ проводника. Но об этом я скорее всего сниму отдельное видео и подробно рассмотрю на конкретном примере. Тоже все заготовлены, все отверстия, выведены кабели. Это временное освещение. И часть светильников, которые вы видели на видео черного цвета, будут установлены в коридоре. Такой вот длинный коридор. Я уже в своих видео вам как-то его уже показывал. Всего здесь выполнено 2 группы. На потолке выведена первая группа 9 светильников в виде змейки. То есть вот это весь прямой коридор. И вторая группа, это вот 2 светильника. Это как бы освещение прихожки. Ну вот здесь вот я начал установку светильников непосредственно с коридора. Вот 2 светильника уже установил и подключил. И вот это вот вторая линия из 9 светильников. Вот установил 3 светильник. Они у нас пойдут вот сюда вдоль коридора. Вот такой вот змейкой. По конструкции. Ну вот сам непосредственно корпус светильника. Такой вот красивый светильничек. Переливается. Здесь у него имеется 2 крепежные лапки для крепления в закладной на потолке. Об этом я тоже уже рассказывал на примере светильников в ванной. Это сам разъем с соединительными проводами. И скоба для крепления лампы в корпусе светильника. Ну вернее даже не крепления, а удержания. А вот так он выглядит в сборе. Вот она установленная скоба. Она удерживает лампу в светильнике. То есть не дает ей вывалиться из него. Это разъем. И соединительные провода. Вот я уже говорил. Тип колбы М16. Колба матовая у лампы. Цоколь ГУ 5.3. Мощность 5 Вт. Аналог 35 Вт. Лампы накаливания. Топ нагрузки 0,043 А. Цветовая температура 3000 К. Цветовый поток 350 люминов. Индекс цветопередачи 70. Угол рассеивания 100. Недимируемая лампа. Срок службы 30 тысяч часов. Гарантия 2 года. Главное это сохраняйте всегда чеки. Насколько правдоподобны вот эти технические характеристики. Это можно уже будет увидеть только по факту. То есть измерить освещенность той же кухни, зала, коридора. И сделать какие-то выводы о соответствии данной лампы заявленным характеристикам. Схема подключения светильника очень простая. Нужно всего лишь подать напряжение 220 Вольт на вот эти вывода. Разницы нет куда подавать фазу, куда подавать ноль. Светильник в любом случае будет работать. На кухне будет установлено 7 светильников. То есть раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Все светильники будут соединяться между собой шлейфом. Подключение светильников я буду осуществлять с помощью клемм ВАГа серии 2273. Хотя все же предпочтительней использовать клеммы 221 или 222 серии. Вот с такими открывающимися рычажками. Эти клеммы мне больше нравятся. Выводы у светильника выполнены гибкими проводами. Поэтому для подключения их в клеммы ВАГа я буду использовать тулочные наконечники НШВИ соответствующего сечения. Сечение здесь у проводов составляет 0,5 квадратных миллиметров. Ну соответственно и наконечники НШВИ я буду использовать сечением 0,5 квадратных миллиметров. Для обжима тулочных наконечников я пользуюсь своими клещами ПКВК-6 от КВТ. В общем сейчас распакую все разъемы и опрессую их концы наконечниками. Вот получившийся результат. Все концы я опрессовал с помощью втулочных наконечников. Теперь каждый вывод подключу в соответствующую клемму ВАГа. То есть вот сделаю такие заготовки. Так, ну все. Все разъемы у меня готовы. Теперь можно приступать к установке и подключению светильников непосредственно уже на потолке. Подключил и установил все светильники. Ничего сложного подключения нет. Как я уже говорил, все светильники у нас подключены шлейфом. Поэтому допустим в каждый светильник у нас приходит питающий кабель, отходящий кабель. И соответственно мы делаем ответвление на лампу, на наш вот этот разъем. В общем там три клеммы ВАГа установлены. Фаза 0 и ПЕ проводник. То есть светильник у нас тоже ставится элементарно. Вот распорные лапки в закладную. Его вставляем. Тут подправляем закладную влево-вправо. И готово. Ну а далее вставляем в разъем нашу лампу. Вставляем ее в светильник. Одной рукой не совсем удобно. Вот так вот. И устанавливаем нашу скобу. Скоба у нас установлена. Вот и все. Все работает. Вот аналогичным образом были подключены светильники и в зале. Они точно такие же. Вот. Вот так все выглядит. Эти два светильника, первая группа освещения, прихожая, я вам тоже уже показывал. Они были уже подключены и установлены. И здесь вот у нас вторая группа. Я установил вот такие вот черные светильники. Вон они у нас идут, змейка, как я вам и показывал. Здесь подключение и установка у них абсолютно то же самое. Сегодня я вам покажу небольшое видео. А вернее не видео, а ускоренную работу по установке двух светильников в натяжной потолок. Итак, поехали. Дեյ — С внутри можно перед nhânкой, чтобы не schaut-то trênем. Пока. С playlist в 🎶 Тоняк, такurn STRANF — ПОТОМИТИ€ 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 ПОТИФЕМ ПОТОМИТИ€ СistaC team ПОТОМИТИ€ 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 Смотрите продолжение в следующей серии. Продолжение следует... 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 На этом все. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok